Приветствую всем, кому интересно эта тема, а может кто-то даже помнит, что примерно дней 10 назад мы с Виталием поспорили, я также не буду называть его фамилию, мы поспорили по поводу того, что продается ли чистое зеркало в клинке, либо не продается. Был спор таков, он мне сказал, да ведь так был Виталий, сказал мне, что если у меня клинки с сатином, это все не то, людям это не нужно, людям нужно чистое зеркало, оно бы продавалось. Я говорю, это будет дороже, реально дороже, это дороже на тысячу, то есть это нормальная такая сверху цена получается. Но он мне отвечает, нет, людям не важно цена даже, не важно вот это вот тысяча сверху, им важно вот это зеркало. И поэтому я решил не быть голословным и сделать клинок с чистым зеркалом, чтобы в реальности в этом убедиться. Конечно, одна штука это ничто, если бы его забрали, это была бы может быть даже случайность, но все же лучше, чем просто слова. Я привык подкреплять слова делом. Итак, вот он этот клинок, он у меня, Виталий, он у меня, спустя примерно 10 дней, плюс-минус, я дал тебе фору. То есть не неделю, как мы тут разговаривали по этому поводу, да, а примерно 10 дней. Он у меня. Я даже думал, что может быть ты мне его и выкупишь, как бы чтобы спор был в твою сторону, в честь каких-то третьих лиц. Но даже этого не произошло, и поэтому я могу тебе заявить, что твоя мысль неверна. И я думаю, наверное, это потому, что я в этом деле уже более 30 лет. То есть совсем недавно было 30 лет, как я занимаюсь вообще вот с этой сталью, с клинками, со всеми этими делами. И мне сейчас уже где-то округленно 31 год, как я этим занимаюсь. И не мне ли это знать? Я понимаю, что сидя на диване у компьютера, все смотрится по-другому, и кажется, что правильно именно вот так. Может быть, кому-то это надо, но пока что нет. Может быть, он когда-то кому-то понадобится, его заберут. Но спрос не является таковым, как ты считаешь. Вот и все. Потому что клинки с сатином, то есть там мелкий такой сатин, ну как бы его видно, там этот сатин, нет чистого зеркала. Их забрали несколько штук за это время, ориентировочно за 10 дней. Этот клинок до сих пор лежит. Вот, пожалуйста, ответ на твое убеждение. То есть ты меня прямо убеждал, что я неправильно думаю, неправильно делаю. Теперь я поспорю, кто правильно делает, а кто нет. Дело в том, что, конечно же, лучше зеркало, чем вот этот сатин, но цена не лучше. Так как сейчас у людей, у большинства людей, я не говорю про всех, у многих много денег, реально много. Но у большинства их мало. И поэтому не каждый готов переплатить тысячу рублей за то, чтобы у него был не сатин, а было зеркало. Поэтому твой вывод, в этом смысле твои убеждения не подтверждены делом. Так что, Виталий, уж извини, но я победил. Ко мне приходят периодически такие вот предложения, что ты делай так, не делай так, туда ходи, сюда не ходи. Как бы вот так вот. Но как бы я не пробовал прислушаться к таким мнениям и что-то сделать в этом направлении. Потому что хорошо сказать, хорошо прислушаться, но еще и не сделать. То есть я вложил деньги, время, силы туда, все вложил. Часть своей жизни и души. А в итоге это всегда мимо. И поэтому вот такие вот предложения, делай так, а так не делай, ну как бы получаются неуместными. Жизнь такова, реалити, вот они такие вот жизни. И поэтому я буду, пожалуй, продолжать работать как работал. И новшества какие-то буду вводить от себя. Как мне кажется, это более продуктивно и проверено временем и опытом. Поэтому, Виталий, 1-0. 1-0. Ну что ж, ладно, проверили, убедились, пообщались уже хорошо. Спор на этом предлагаю закрыть. И до новых встреч.